Мы будем искать талантливых людей Перми, продумывать разные проекты и наполнять фестивали именно пермскими людьми. Музыканты, стрит-арт, все это, все пермяки будут участвовать в жизни города. Несмотря на лето, работу молодежный совет не прекращал. В рамках проекта «Стопалкоголь» активисты проверяли предприятия торговли, особо 1 сентября, когда на территории Прикамья действовал запрет розничной продажи спиртного. В этот день было проверено 160 торговых точек. К административной ответственности привлечено 5 лет в отставительных продавцов. Но, к сожалению, 2 сентября, когда мы вышли на рынок, то есть это именно непосредственно день школьных дней, статистика оказалась более плачевной. Все пять проверенных 1 сентября точек Бойко продавали спиртное несовершеннолетним. Очевидно, нужны более суровые меры воздействия. Министерство торговли и предпринимательства уже направило письмо о сотрудничестве на имя главы города. Подобные рейды теперь проходят также в Краснокамске и Пермском районе. Продолжается работа и над другими образовательными, экологическими и социальными инициативами. Первое заседание Молодежного совета после летних парламентских каникул прошло в неформальной обстановке. Для меня, как для главы города, очень важным является ваше авторитетное мнение. Такой новый взгляд, который сегодня вы несете городскому сообществу, очень важен для консолидации в целом всех здравомыслящих сил, всего гражданского нашего сообщества. На заседании звучат очень смелые мнения, очень острые вопросы. Никто ничего не стесняется, и общение идет как есть, без купюр. Все участники выездного заседания Молодежного совета отметили – свободный формат общения полностью себя оправдал. Сотрудничество с муниципалитетом станет более эффективным. Александра Михеева, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.